именно бога человек грехи бесконечной тяжести требуют возмездия бесконечного потому и жертва должна быть принесена бесконечная таковой и явилась крестная жертва бога человека иисуса христа и еще грешники сами отказавшись от бога будут вечно мучиться без него ибо бытие без бога это не жизнь а мучение спрашивают как же могут быть одновременно любовь божия и мучение людей ответим нельзя говорить что бог и елена будут сосуществовать во всем что есть будет бог все во всем 1 коринфянам 15-28 гиена это будет нечто вне того что есть тьма внешняя матфея 14 6 что вне бога то смерть вечная боги блаженство не его мучения бог создал человека свободным и выбирающий путь греха сам обрекает себя на вечную смерть на вечные мучения прошу меня слышно мне еще раз повторю нельзя говорить что бог и елена будут сосуществовать вне бога это смерть вечно в боге блаженство вне его мучения бог создал человека свободным и выбирающий путь греха сам обрекает себя на вечную смерть на вечную мучение есть третье доказательство святоотеческое приведем несколько свидетельств святых отцов о вечности мучений грешников святой игнатий богоносец верный пойдет неугасимый огонь равна и тот но его слушать святой поликарм смирский говорит мучающему его проконсул ты грозишь мне огнем горящим временно и вскоре угасающим потому что не знаешь об огне будущего суда и вечного мучения который уготован нечестивым святой и устин мучений а тех же которые живут неправедно и не раскаиваются мы веруем что они будут мучиться в вечном огне святой феофил антиохийский тех которые не веруют и не покоряются истине возьмет огонь вечный и что поэтому необходимо следовать во всем пророческим мучениям чтобы избегнуть вечных мучений и получить вечное благо божье святой иреней лионский кому скажет господь идите от меня проклятые в огонь вечный матфея 25 41 те будут навсегда осуждены здесь счастье и несчастье имеют конец притом самый скорый но там и то и другое продолжится в бессмертные века когда душа получит нетленное тело тогда ничто не воспрепятствует мучению ее продлиться бесконечно учение о вечности мучений грешников разъяснено разъяснено на поместных соборах александрийском 399 год константинопольском пятьсот сорок третий год и на вселенских втором триста восемьдесят год и пятом пятьсот тридцать третий год так учит вселенская церковь вопросы у меня тогда вопрос как же так получилось что профессор духовной академии осипов учит о том что вечные мучения когда-то прекратятся и ссылается тоже на святых отцов половину понимали так а половину так неужели неужели такое может быть есть у кого мнение на этот счет знаете как такое может быть а вот как живешь бытие определяет сознание это кто сказал у нас что сознание определяет бытие а он рассуждает как материалист в одном стихе написано и пойдут все и в луку вечную а праведники в жизнь вечную одно и то же слово здесь два же никак нельзя понимать ну что оно означает он играет на невежестве людей берет златоуста и говорит христос воскрес и никого в аде никого нет всех вывел а слово то боже совершенно это и не говорит это ян златоуста гиперболически выражает мысль и никого в аде дальше не добавляет кого тех которые ждали его но если вот рассуждать по осипову то не надо ни крещение ни церкви написано блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное все вот сектант они имеют так верующий сына боже имеет жизнь вечную он живет как попало мирской человек имеет но я считаю имеет и ты не потеряешь никогда ягну окажет кораблекрушение потерпели в вере он это отобьет это когда-то где-то это не вере какого-то вот все основа православное сознание берет все писание и когда он говорит то тут надо тоже услышать что он именно говорит до него кто это понимал так ориген главный учитель у него святые отцы учились еще мы должны говорить только так как слово божие говорит а что половину понимали так пусть покажет кто если они так понимали церковь сразу же и заносила в еретики это оригеновщина вот как называлась он говорит то обманывает потому что он много лет пропелся ему это легко дается но не всегда это ему удается вот понимать от отца и сына исходящего здесь действительно как по католически так понимали почти половина святых отцов как василий великий понимал что как мы считаем и же от отца исходящего а брат его григорий не так понимал и же от отца и сына а как правильно то и другое правильно есть указание я пойду и умолю отца пошлю духа святого в другом месте написано я пошлю все вопрос решился а вечное везде понимает одинаково мы скажем для страха хорошо для страха надо на этом закрепить если страха нет и на причине нам говорит начни сначала еще ничего у тебя нету это начало мудрости и сколь великое и страшно это пимин великий об этом говорит есть места библии в откровении и будут мучиться во веки веков день и ночь вот это слово день и ночь только один раз говорится в библии и она перечеркивает все наши мнения а зачем богу нужно это вопрос совершенно другой но по-разному же слово вечность понимать вот с этого и надо толковать у тебя раб рабыня а свободный с ней познакомился и время ему уже надо освобождаться а он был как иудея там на сколько на 7 лет продан то а уже дети родились и а я хочу чтобы она была женой ну тогда будешь рабом подойди к косяку шилом проткнули и будет рабом твоим вечно ну что вечно то не надо понимать что вечности он будет рабом с дырявым ухом слово вечность имеет для жизни вот который человек живет и такое значение имеет но здесь определенное говорит идите в уху вечную а праведники в жизнь вечную ну жизнь вечная какая бесконечная да согласно этого получается и здесь то замирает сознание страшно непостижимо и непонятно но учение такое он обольщает людей и люди гуляют пьют а я все равно спасусь вечного мучения нет он понимать все во всем будет бог будет мучение будут люди страдать дьявол будет страдать мучиться и поэтому величие стилище у православных нет но что-то на это есть я отмолюсь он помаленьку вылезет из ада не говорят а фактически то же самое православные то они лукавят много а католики прямо образовали честилище однозначили цену грех какой у него был а вот такой то если мирянин мирянин это неправильно простец верующий сблудил наказание ему это стоит будет сегодняшними деньгами допустим пятнадцать тысяч а если сблудил с монахиней вот а дать имени пятнадцать а сто пятьдесят тысяч а если монах с монахиней шестьсот тысяч у них прямо каталог есть и можно заранее еще пока не убил не блудил можно заплатить и грех тогда тебя куплен за избыточные благие добрые дела богородицы и святых ну какое-то отношение имеет библии никакого и как понимать никак броситься себе за себя и сожги возьмите за грех смерть так надо твердо на этом и закрепите все и христос продолжаем предложение второе читаем дадим общую схему апокалипсиса способствующую цельному восприятию всех видений святого иоанна богослова изложенных в его книге кроме того это будет и определенным ключом для толкования различных видений образов апокалипсиса деление схемов апокалипсиса существует очень много наша схема образовалась из попытки встать как бы на место иоанна и на основании написанного воспроизвести зрительно все ему показано и вообще было бы очень интересно воспроизвести апокалипсис зрительно звуковыми средствами таком случае перед нами проходят таинственные и причудливые картины несколько похожие на то что иногда бывает сновидение одна картина незаметно сменяется другой потом снова появляется временами картины меняется что-то в ней добавляется что-то исчезает потом вдруг некоторые картины совмещаются и смешиваются или наоборот какая-то часть картины выступает вперед и как бы развертывается пред нами своих подробностях видение апокалипсиса можно представить таким образом первая картина первая картина явление христа как сына человеческого в царско-священническом виде посреди семи светильников он зачитывает семь посланий семи церквам светильникам это главы с первой по третьей эта картина очень четкая является сразу вся и не видоизменяется после зачтения посланий исчезает и больше вообще не появляется вторая картина основная картина апокалипсиса она и самая сложная стоит собственно из трех картин А, Б и В сначала появляется картина А потом постепенно картина Б и этим две картины сливаются в одну параллельно этим картинам показывается картина Б которая как бы присоединена к тем двум картинам картина А и Б постепенно все дополняются и дополняются новыми штрихами картина А престол на небе на нем сидящий посреди престола Агнец Христос и пред престолом семь огненных светильников семь духов Божий вокруг престола четыре животных и двадцать четыре старта и все это посреди различных ангельских соннов картина Б небесный жертвенник и храм картина Б земля зверь на ней собственно три зверя сатана антихрист и уже пророк великая блудница Вавилон пред нами такая динамика этих картин главы четвертая и пятая постепенное становление картины А глава шестая спуск из картины А в картину В которая сама еще почти совсем не нарисована и будет заполняться позже постепенно глава седьмая восхождение из картины В А глава пятая девятый стих и восьмая с первого по шестой это начало появления картины В появляется жертвенник пред престолом далее восьмая глава с седьмого по десятые одиннадцатые стихи это спуск из картины В в картину В как выше в главе шестой через открытие печати на небе а показываются картины на земле В так и здесь через трубы ангелов В показываются картины на земле В с одиннадцатой главы первого стиха мы видим не только жертвенник но храм правда храм земной являющийся только подобием небесного которое открывается в свою очередь в главе одиннадцатой девятнадцатом стихе этим картина В практически завершается и далее идет уже все более тесно ее слияние с А хотя и с самого начала жертвенник был уже пред престолом в главе пятнадцатой пятом стихе мы видим картины А и В уже полностью смешанными степенно все более заполняется и картина В появляются две маслины один зверь Вавилон в главе шестнадцатой мы видим опять спуск теперь уже из объединившейся картины А и В в картину В излияние семи чашей гнева седьмая чаша показывается еще более отчетливо в главе семнадцатой Вавилон блудница на протяжении глав четвертая с первого по девятнадцати стихи в этих трех картинах которые представляют собой собственно говоря одну происходит много самых различных событий в картинах этих много персонажей престол сидящий на нем агнец семь духов четыре животных двадцать четыре старца семь ангелов множество ангелов отдельные ангелы искупленные то в виде разных множеств то в виде ста сорока четырех тысяч запечатленных то в виде жены на земле три зверя сатана антихрист лжепророк Вавилон блудница жена церковь видим небесный жертвенник храм а также земной Иерусалим четкое представление этих картин очень помогает при толковании так видя эту картину а все ее реально так и видел Иоанн и видя на ней Христа мы уже никак не будем под каким-нибудь другим образом например ангелом понимать что это Христос картина цельна и связана и мы начинаем ее понимать а иначе очень трудно определить например подразумевается под очередным ангелом или зверем и прочее хотя как уже отмечалось определенные части картины походу причудливо трансформируются и перерастают подобно тому как бывает сновидение третья картина жатва Христос сын человеческий на облаке глава 14 по 20 стихи в эту картину несколько вмешана картина Б картина храма все картины с первой по седьмую всего будет семь картин сменяются последовательно одна другой одна другую другое только эта третья картина выпадает несколько из общего хода и показывается как вставка в процессе развертывания второй основной картины картина четвертая небесный всадник Христос совершает суд над землей и двумя зверьми антихристом и лжепророком в эту картину примешана несколько картина В 19 глава с 11 по 21 стихи пятая картина тысячелетнее царство Христос ангел тоже примешана картина ибо показаны три зверя 20 глава с 1 по 10 стихи шестая картина белый престол суда 20 глава с 11 по 15 седьмая картина новое небо новая земля новый европей и 21 глава 1 стиха и по 22 главу пятого стиха Христос Агнец шестая и седьмая картины перекликаются с картиной а ибо видим престол сидящего на нем одного из семи ангелов важная мысль та что в каждой из них что в каждой из этих картин Христос явлен в каком-то определенном образе и в нем пребывает апокалипсис дает нам четыре образа Христа совпадающие по смыслу с его четырьмя образами которые дают четыре евангелиста 1 глава откровения 4 глава 7 1 сын человеческий 1 3 2 Агнец 2 7 3 всадник 4 4 ангел 5 это соответствует обликам 1 человека 2 тельца 3 льва 4 орла так в этих картинах было все явлено апостолу Иоанну если картины А, Б и В считаются раздельными то тогда всего насчитывается 9 картин если наоборот шестую и седьмую картину слить с картиной А то тогда всего 5 картин если все картины со второй по седьмую считать одной то всего две картины но наиболее четко представлять себе надо именно 7 хотя и не совсем раздельных картин при таком четком представлении становится довольно легким отождествление образа с тем что они собой выражают можно еще указать и на такое деление сначала 7 посланий а потом 3 семерки промысла и судов божиих над людьми 7 печатей 7 печать развертывается на 7 труб седьмая труба развертывается на 7 чаш подисловие закончено у кого какие вопросы по поводу если возникли можете задать ну довольно таки на слух может быть конечно сложно сразу все это вместить но однако продолжаем книга откровений 7 глава 9 стих после сего взглянул я и вот великое множество людей которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми битвями в руках своих толкование перед вскрытием 7 печати иоанну показывается еще одно видение искуплен после сего означает не то что эти в белых одеждах будут после тех 144 тысяч запечатленных а то что после того как он иоанн видел 144 тысячи запечатленных он видит теперь новое явление так неверно понятие свидетеля иеговы что после вознесения 144 тысячах бывшего якобы 1914 году будут теперь спасаться все остальные так продолжает дорисовываться картина престола иоанн с окружающими 24 старцами 4 животными теперь пред престолом иоанну открывается великое и невообразимое множество искупленных чад божьих и всех народов престол и агнец являются нам часто вместе и нераздельно это указывает на единство и равна частность отца и сына это великое множество иоанн видит в белых одеждах дальше мы видим что это прошедшие через страдания о которых Исайя говорил что они получили вместо унылого духа славную одежду в рог Исайя 61.3 это взывавшие как царь Давид ократи меня и стопом и буду чист омой меня и буду белее снега это последовавшие словам Господа омойтесь очистите удалите злые деяния ваши от очей моих перестаньте делать зло научитесь делать добро если будут грехи ваши как багряны как снег убелю будут красны как курпур как волну убелю в рог Исайя 1 глава 16.18 это в крещении получившие новые белые ритмы спасения сайя 61.10 и сохранившие их в чистоте и непорочности через всю жизнь и все страдания они и на небе облекаются в белой одежде это неоднократно открывает апокалипсис пальмовые ветви знак победы и даются победителям вот и древняя победитель победительница хананского царя и авина пророчица Девора цитирую жила под пальмою Девориною и приходили к ней туда сыны израилевы на стул книга студии 4 глава когда город Иерусалим встречал своего царя Христа то взяли пальмовые ветви вышли навстречу ему и восклицали Асанна благословен грядущий во имя Господня царь Израилев в англиотеана 12.13 так и здесь видим победивших в страданиях убеленных кровью агнца с пальмовыми ветвями в руках своих поистину праведник цветет как пальма в страдании 91.13 и не только в веке этом но и в веке будущем Ваня закончена вопросы ну относительно пальмовых ветвей можно такое сделать замечание у нас пальмы к сожалению в Сибири не растут к счастью вот и у нас праздник называется вербное воскресение или иначе вход Господень в Иерусалим и вместо пальмовых ветвей мы под ноги как бы Христа бросаем верб ветки поэтому у нас называется вербное воскресенье вот я даже одно время ходил в одной из вербных воскресенье каждому продавцу этих веточек подходил и спрашивал а почему вербук продают ну как же вербное воскресенье а почему вербное там вербовать кого-то надо или что в этот день как сидят глазами хлопают ни один не ответил не рассказал а вербы продают покупают бизнес прям в этот день хороший вот но мы должны знать что пальма это победителям дают и Христос победитель победил смертью смерть попрал победил победил дьявола дьявол скован и наступает тысячелетнее царство Христа в этом моменте а можно вопрос да а скажите пожалуйста вот я не пойму сто сорок четыре тысячи я так но это я так думаю должны спастись и быть с Богом в итоге в раю или больше нас будет количество вот в раю с Богом о каком ну как как понять сто сорок четыре тысячи душу Игнать Тихонович ответите ну как вообще что это имеется ввиду а ты повтори еще микрофон включите Игнать Тихонович повтори чтобы не ошибиться где где больше то кого в раю нет я говорю я говорю как понимать вот нас всех в общем будет сто сорок четыре тысячи душ в раю с Богом или как это вот понимать я не пойму или больше больше конечно а почему именно цифров четыре тысячи вот взято а это почему задавать то автору надо а человек как может говорить Бог решил так и сказал почему у человека только душа а почему у кошки нет души у коровы нету Бог сотворил и вопросы задавать то некому только к Богу А Иоанн Затаус говорит А что об этом написано в Библии мы говорим ничего не написано он говорит чего в Библии нет о том не рассуждаем это праздный вопрос спроси как избавиться греха как жить свято я говорю тогда тебе расскажу а вы спрашиваете о будущем то есть выходит мне что-то должно открыться то что никому не было открыто никогда я думала как-то можно ну никак заходить не надо за эту грань нужно научиться смирять себя если у матери были дети она знает как ребенок от груди отсаживается он говорит не смирял ли я души моей как дитя те отнято вас в груди не ходил я в великое для меня недосягаемое 140 псалом считаем то есть надо научиться смирять себя не написано да и какая мне польза от этого я буду знать больше там меньше но дело в том что в первые века когда было самое сильное гонение при диоклетиане то всего погибло христиан мучено 400 примерно 75 тысяч подсчет 475 уже тысяч так это только там не 144 тысячи это мученики христовы это определенно уже а сколько российских было убито тут несколько миллионов небо то российское вот согласись с этим и куда дальше уже заглядывать не надо это опасно святая троица а слова троица у нас нету нигде в писании этого нет слова нигде ну что что нету святые отцы высказали мысль эту почему сегодня так извращены все таинства вот местные выходят миссия алтайская и тут тоже венчают а венцы сзади двое идут венцы не надевает венчания то нету как можно говорить что рукопожатие вот так руку протянул что рукопожатие нет надо коснуться чтобы коснуться руки так и здесь венец не коснулся головы не коснулся ни венчания нет никакого Иоанн Златоуст прямо говорит когда хвалу по хвалу человеку дают больше похвалили Иоанн Златоуст такой то он говорит мне сплели венец из похвалы и он оказался больше головы опустился до плеч а голова осталась неувенчанная венчания нет сегодня в церкви практически вот надо думать об этом как идти к священникам говорить заботиться ну и крещение все это извращено и причастие неправильно там эпитемию не носят не сносят что самому на себя есть и такой момент это я более обширно говорю такие вопросы в откровении дело в том что откровение толкуется только библией у нас сразу вопрос возникает а почему в богослужении нигде нету и в календаре вот когда пишет церковное на каждый день что читать нигде откровение не поминается ну на каждый день читать а мы должны читать должны но церковь не показала обязательной порядки читать я тоже удивлен что вот вы занялись тут откровением это тоже хорошо но никуда за грань не заглядывать это опасно потому что можешь оказаться лжецом что-то начнешь добавлять а это уже притча Соломона тридцатая глава пятый шестой стих не прибавляй к словам его нет вот прочитал сто сорок четыре а больше там будет меньше нам не надо а сто сорок четыре это буквально означает тоже не знаем но это есть предпосылки думать что это буквально а может и не буквально вот как отошел спасибо да ну на прошлых занятиях мы тоже как бы такая версия что сто сорок четыре тысячи это двенадцать колен израилевых умножено на двенадцать умножено на двенадцать патриархов умножено на тысячу тысяча это ну как он говорит я тебя не видел тысячу лет значит что конкретно тысячу лет еще мы тысячу не живем много то есть это множество этой цифрой обозначено множество там высшей математики множество обозначено вот таким знаком восьмеркой понимаете поэтому тут вот правильно замечено что больше чем сто сорок четыре тысячи мучеников поэтому утверждать что это буквально остальные не спасет я склонен все таки считать поэтому еще есть местописание я можно быстро скажу у Бога тысяча лет как один день и один день как тысяча лет да да идем дальше откровение 7 10 и восклицали громким голосом говоря спасение Богу нашему сидящему на престоле и агнту толкование гони мы на земле восклицают на небе как понимать выражение спасение Богу о каком спасении Богу может быть речь говорил Христос огонь пришел я не звести на землю и как желал бы чтобы он уже возгорелся крещением должен я креститься и как я томлюсь пока сие совершится Евангелие от Луки 12 глава 49 50 мысль о своей жертвенной смерти и жажда спасения людей бесконечно томила Христа он жаждал испить сию чашу Евангелие от Анна 19 28 погрузиться креститься в сии воды бесконечных страданий дабы ими потом очистить омыт мир спасти его томится Христос видя страдания людей видя грех мира и как мы иногда говорим о праведном человеке нет ему спасения от него зложелателей и несправедливость так и Бог томится когда же наконец будет истоснут грех и исчезнут страдания но вот кончается история мира дьявол грех и последователи его исторгаются уничтожаются беззакония наступило спасение Богу от его древнего врага клеветника праведы 12 10 не дававшего никому покоя наше спасение Бог воспринимает как свое праведник даже более мучиться видя грех своих родных и близких чем когда сам претерпевает какие-нибудь страдания и покаяния их воспринимает как будто свое спасение потому и восклицают искупленные спасение Богу нашему и агнему ему спасение от наших грехов и страданий которые томили его такое чудное толкование вопросы идем дальше сокровение 7 глава 11 12 и все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных и пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу говоря аминь благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков аминь толкование в словословие искупленных плеваются ангелы вот единая церковь людей и ангелов видя искупленных славящих Бога ангелы не могут оставаться в стороне аминь истинно так подтверждают ангелы падают пред престолом и возносят словословие подобное тому что они возносили в пятой главе 12 и здесь перечисляются те же семь жемчужин как и там только одна разница вместо богатства здесь благодарение и слава слове что возносится вечно вопрос сокровение 7 13 и начав речь один из старцев спросил меня сии облеченные в белой одежды кто и откуда пришли толкование кто это блистающая как заря прекрасная как луна светлая как солнце грозная как полки со знаменами кто это восходит от пустыни опираясь на своего возлюбленного книга песней 6 глава 10 и 8 глава 5 хотя со стороны иоанна и не было еще вопросом уже отвечает один из старцев проведя что иоанн затаил этот вопрос себе но не сразу отвечает старец задает иоанну его же вопрос тем возбуждая его к исследованию виденного но иоанн благоразумно предпочитает не сам отвечать на этот вопрос а выслушать старца скровение 7.14 я сказал ему иоанн старцу ты знаешь господин и он сказал мне это те которые пришли от великой скорби они омыли одежды свои и убилили одежды свои кровью агнца толкование я сказал ему ты знаешь господин ты знаешь это много лучше меня ты и ответь интересное обращение господин не божеское оказывает почтение подобающее этому небесному старцу так мы видим что вполне прилично и подобает обращение к человеку господин церкви так принято обращаться к епископу например в многолетии великого господина и отца нашего святейшего патриарха московского и всея руси и господина нашего преосвященнейшего три точки епископа три точки или пение на архиерейском служении из пола эти деспота на многое лето господин сектанты отвергают подобные обращения к пастриям обвиняя православных в показании божеской почести будем но не божескую почесть оказывает церковь своим пастриям а ту которую им дал христос господь молился и говорил своему отцу славу которую ты дал мне я дал им евангелие от ана 17-22 и соответственно чести которую христос дал пастырем обращаемся мы к ним мир устроен богом иерархично и в нем существует чина начали здесь предстоят престолу ант испытавшие и прошедшие великие скорби на земле это святые мученики христовы под великой скорбью можно разуметь великие страдания во все времена которые претерпевали христиане но преимущественно это великая скорбь времена антихриста которая будет длиться три с половиной года но что же привело эти множество к престолу божию что убелило их одежды даже не то что они прошли через великую скорбь а то что они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца не их собственные страдания а кровь агнца омыла их никто не спасается собственными страданиями а только жертвою христа только кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха первое послание и она первая глава 7 стих потому поспешите принять эту баню омывающую нашу одежду убеляющий ее поспешите к роднику крови ибо только там найдете спасение нет иных путей спасающих нас все наши собственные подуки ни к чему не приведут чем христианство отличается от всех других религий всякая религия старается связать человека с богом всякая религия есть путь человека к богу этих путей много но есть только один путь бога к человеку этим путем является христос евангелие от ана 14 6 всякая религия многое предпринимает чтобы привести людей к богу но только одно предпринял бог чтобы соединиться с людьми воплотился там многое имеет всякая религия но ни одна кроме христианства не может указать на спасителя все что предлагают другие религии для спасения вера молитва добрые дела обряды это пусть не без божьей помощи дела самого человека возмездие же за грех смерть послание к римлянам 6 23 все умирают за свои грехи даже величайшие пророки умерли и основатели нехристианских религий Будда Конфуций Магомед как же спастись мы все под грехом римлянам 3 9 и значит спастись невозможно вообще никак в том числе и никакой верой на вопрос так кто же может спастись Иисус ответил человеком это невозможно Евангелие от Матфея 19 глава 25 26 стихи но вот он умирает за нас и освобождает нас поэтому-то только кровь Иисуса Христа и спасает и даже не вера в нее а она сама потому и Евхаристия при общении тела и крови Христовой есть центр всего сначала воплотился Бог а теперь мы соделались причастниками Божес Божеского естества 2 Петра 1 глава 4 стих потому с верой и покаянием придите все к источнику бессмертия крови Христовой неверно понимают баптисты и другие сектанты что церковь будет вознесена до великой скорби здесь Иоанн видит тех кто в великой скорби антихристовой познает Христа мученически умрет за него и спасется неверно потому что об этом в Писании нигде нет ни слова далее потому что везде мы видим что при антихристе церковь еще на земле в толковании двадцатой главы будет показано что будет одно воскресение из мертвых а не два кроме того у баптистов возникает еще одна страшная мысль что для спасения этих людей нужен будет необычный евангельский путь спасения а нужна обязательно мученическая кончина кровь этой мысли в Писании нигде нет она противоречит ему в апокалипсисе подчеркивается не мученичество а то что омылись и убелились кровью агнца паркование закончено вопросы час прошел теперь можно задавать вопросы не по теме пожалуйста можно да да я вот хотел узнать вот пишет тысячелетнее царство ну в цифрах почему означает две тысячи царства не написали две тысячи а тысячи так само в других я смотрю есть где сто означает двести вот что где сто означает двести где вы это взяли ну там кто-то жил сто тридцать лет а у душках у меня пишет двести тридцать лет то есть что если вас толковать то по-другому получается в душках это в скобках имеется ввиду по-русски указана продолжительность жизни в библии да тихо ответьте что это вопрос подожди вопрос а при чем тут тысячелетнее царство это там было просто одно дело в масаретском тексте исчисления другое в септуагенте и поэтому поставлены в скобки в это в деяниях а тысячелетнее царство оно говорится только в откровении причем тут две тысячи или там три тысячи не в деяниях в бытии в бытии да в бытии в бытии в бытии правильно в бытии все правильно я перепутал не в деяниях в бытии да 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 вот интересный вопрос а почему написано тысячелетнее а не двухтысячелетнее царство потому что тысячелетнее мы же не говорим, я не видел тебя 2000 лет. Мы говорим, я не видел тебя тысячу лет. Тысяча значит множество. Множество. Многолетнее царство нужно понимать. Смысл такой вложен в эту цирку. Так и цветы отцы учат. Так и нужно понимать. Почему не написано 2000, а почему не написано 2500? Почему не написано? Сейчас вот писали бы 2500 царство Христа и уже знали бы, что в 2050 году надо уже готовиться. Почему бы так и не писать? Почему свете Леговы решили, что в 1914 году Христос принял? Написано же тысячелетнее. Почему и в 1000 году не было, и в 2000 пришествии не было? Поэтому такие вопросы задавают, а почему? А про скобки про эти вот и на то уже, да, отдельные вопросы. Два их, эти вопросы нельзя совмещать. Правильно? Про скобки, Игнать Тихонович, почему в скобках там я вот так и не понял. Ну, сначала о 1000. Ты говоришь, нигде не говорится, или как? Говорится, падут под для тебя 1000. 90-й псалом. 1000. Это как раз много означает. И что он благословляет в 1000 родов. А какие 1000 родов? То есть, народ взять до 25 тысяч, это 25 тысяч. А сейчас только 7500, там, с чем всего лет прошло. Выходит, что еще в 3 раза больше жизнь будет, чем была от Адама. Ну, это никак уже не... Признаки-то уже показывают, что рядом где-то. А почему показано? Потому что два разных свитка. Вот мы привыкли, Новый Завет, а с чего он переведен-то? С Синайского манускрипта. А как его достали? Очень проще. Был исследователь, который немецкий, Константин Тишендорф. Он весь Восток объехал. И однажды он на Синайском полуострове был. Там Святой Екатерина монастырь. И он спросил, грелся, сидел у печки-то, и говорит, у вас какие-нибудь старые рукописи есть? А ему отвечают, нет, у нас тут... Мы этим не занимаемся. Мы только молимся. Он голову повернул, смотрит, а монах топит, бросает какие-то поления черные. Движимый инстинктом исследователь, он бросился и из огня выхватил. Это оказался Синайский манускрипт. Они его сжигали. Он горит хорошо. А уже в 1936 году, он же в России остался, подарил он его. Потому что Синайский полуостров под протекторатом в России находился. И продали его Британскому музею за 500 тысяч долларов. Сегодня это большие миллионы долларов. Потому что это другая стоимость его была. И вот с него все переводы идут. Вот возьми Джизус, Иисус, Йезус. Почему не Йешуа? Да потому что не из еврейского переведено-то у нас. Переведено с греческого текста. Весь Новый Завет, не считая Евангелие от Матфея. Я не знаю, слышно или нет? Слышно, слышно. Хорошо. Слышно. Вот. И поэтому разные списки есть. Вот один список такой, Синайский. А там какие еще? И премов, кодекс. И премов. Гензаплы смотрят Оригенос. Там пять с толпцами идет где-то. И в разных местах указано по-разному. 136, а в другом месте написано 186. А какую взять? Никто не знает. И поэтому в скобке пишут. У нас греческое исчисление. Как по-греции. 5508 лет до Христа от Адама. Ну и добавляю эти. С чем тут получается? Всего вот эти даты взяты с разных манускриптов, свитков. А какие у нас самые древние? У нас в Новый Завет есть только отрывки, относящиеся к 136 году. А он этот сенатский манускрипт уже в 19 веке буквально попал в руки. С него и переводят самый полный список. Так что на это не надо глядеть. Ну хорошо, я буду думать сейчас 7500 лет. 7560. Или буду думать по-еврейски там 4000 и что? Это никакой роли не играет и поэтому вникать в это не следует. Меня очень не интересовало толкование третьей книги Ездры. Кое-как нашел. И когда прочитал все в прошлом, а в будущем ничего нет, у меня пропал всякий интерес. Зачем мне нужно? Это история. Меня интересует сегодняшняя история. Вот сегодняшняя, сейчас. Я вот говорю, отмечают праздник покрова. А вообще с чего он покрова? Да вот это там Андрей юродиво, ученик Епифаний, он ему показал, когда сарацины окружили Царьград, Стамбул где, и он увидел на высоте Матерь Божия распростерла амофор, покрывала, как полотенце, закрыла, и сарацины отступили. У русских очень празднуют. Тут у нас Барнаулия, Новосибирске, везде Покровский собор, Покровские фамилии, районы. А греки, от греков мы взяли, они его никак не отмечают вообще никак. Ну, было когда-то, было, что я считаю, что покров этот нужно было заменить, допустим, снятие блокады со Сталинграда, снятие блокады с Ленинграда, чтобы люди живо ощутили, еще родственники и даже тех, кто перетерпел это все живые-то. Божья Матерь, та же самая беда там только грозила, а здесь была, там, считай, не 700 тысяч, а больше миллиона умерло от голода в Ленинграде. Почему не приблизить-то это? Вот сейчас, вчера мне выслали материал один, не знаю, видели или нет, патриарх 17-го, где он? Да вот, прям рядом где-то здесь, 11-го что ли, числа, патриарх Кирилл в сослужении еще трех патриархов был в Бухаресте. Ну, у них там дата определенная была, сколько лет прошло, после коммунистического режима, много было жертв, и они служат, и показывают, как. И вот, этот лжепатриарх, лжепатриарх, почему он лжета? Вот, люди пишут, а вот видите, там служба как, по-католическому, ну и что? Они сделали как? То есть, вариантов несколько. Алтарь вообще убрать? И где престол сделали обыкновенный длинный стол, как сидели ученики, так это приближенно, это прям совсем понятно. А другие сделали так, алтарь остался, а просто здесь отдельно, и кроме того, сделали так, чтобы народ пел, приближение к народу, евхаристии, так это здорово, нет? И патриарх показан, стоит, руки поднял, ну, по ранжиру, то он как первый, первые его возгласы, там другие патриархи, кто когда-то рукоположенный, все, ну, просто по глупости нападают-то на патриарха-то, я не то, что там заступать, а просто, ну, остановитесь, гляньте, то, что там они вносят, ладно, католическое, нам какая разница, католическое, ну, Юлиан, это, Юлий Цезарь календарь дал, а его держатся старого стиля, старообрядцы, а папа Григорий дал, вот этот новый календарь-то, который мы сейчас пользуемся, разница в 13 дней-то, старообрядцы никак не признают, так тут от папы, а там вообще от какого-то язычника, ну, вот эти странности, там маленько, можно рассмотреть и подровнять где-то, вот 532 год, 532 года от Рождества Христова, а дата писалась отправление Диоклетиана, Диоклетиана в эра, один из самых страшных гонителей, и только случайно там Дионисий, малый монах при исчислении Пасхали, увидел, что через 532 цикл начинает опять на те же дни, все так попадает, а это лунный и солнечный круг, кажется, 19 на 28, 532, такая цифра интересная, что там есть, ну, почему не принять-то, задумались только, да, в самом деле, отстал календарь, нет никак, вот уперто стоим, это мы такие православные, католики, а мы сейчас считаем главы и стихи, кто сделал? и на главы разбил, и на стихи, католик, но в разные времена, ну, Гилель, там его по-разному называют, а этот, Стефан, библиотекарь, Парижа, мы же пользуемся, много оттуда берем, вот о чем сейчас говорили, тут там, святейший патриарх, убрать эти имена, слово святейший в Библии встречается только два раза, два раза, один раз говорит, назидая на святейшей вере, послание Иуда, святейшая вера, и второй на святейшем месте, это уже в Ветхом Завете написано, место, храм где стоял, а чтобы человек, не как Бог, свят, 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 Господь Сого, свят, ну а тут как сравнительное называется предложение, это и превосходное, вот сравнительное, это святее, а превосходное святейший, и к человеку применять, свят недостаточно разве, святые, избранные мои, нет вот это, ну это не годится, прям не годится, я когда патриарху письма писал, никогда слово святейший старался не писать, рука не поворачивается, ну там блаженнейший, высокопресвященнейший, это не евангельские слова, это проще, а почему не сказать брат епископ, или брат митрополит, а брат наш Павел, как пишет Петр, не потому что он апостол, он брат, мы все братья во Христе, и сестры, вот я попутно все это беру, показать как, надо глядеть уже не там, что там, ну то, что в засохшем виде стоит, а вот сегодня, где мы можем оставить свой след, который нам Бог открыл, мы видим это, вот это относительно того, что вынесли стол, здесь прям длинный стол стоит, это вообще здорово, и что весь народ поет, учит его специально, да это же было, да это обновленчество, но слово обновление, это-то хорошее, обновление храма, в 10 главе Евангелия от Иоанна, об этом написано, обновление, как староверы, мы держимся старого, какого старого, чтобы князе Владимире, спустя тысячу лет принесли, а ну опуститесь дальше туда, и у нас получится, по старому, апостольскому, мы в баптистское собрание, зайдем и все, и там увидим, как было, внешне-то они сохранили, не мы, и причащаются раздельно, ну у них хлеб и ено, там хоть и таинства нет, но все равно, и когда говорят, а вот как правильно-то, как защитить, или как обличить баптистов, я вот в университете вел занятия, отвечаю, никак, мы можем только молчать или сказать, мы виновны, вот тогда нам хоть маленько будут верить, зачем лгать, вот так, у меня вопрос есть, давай, значит, надо, прошу раскрыть такую тему, что существует предопределение, избрание ко спасению человека, вот священники, можно сказать так, что если кому суждено спастись, то петак придет в церковь, и станет ее членом, а другой, не избранный, хоть говори, ну тут не говори про Христа, все равно не обратиться, так что, ну, благовестие не жизненно важно, это как бы действительно может быть и так, то есть, как объяснить по Писанию, или вообще, что нужно благовестие, хоть есть избрание, хоть нет избрания, как ты будешь на суде страшно отвечать за человека, который и так был не избранный ко спасению, как ты можешь за его душу отвечать? Говорить, опять же, исходить надо из того, что мы видим, Бог от нас сокрыл дату нашей смерти, но мы знаем, что мы умрем, как в народе говорят, все мы умрем, да не в одно время, так и здесь, избрание это, нам определить очень трудно, и редко бывает, чтобы вот в виде дел, у меня дети, у меня 45 лет в лагере, я единицы видел признаки избрания, а потом смотришь, вырастает, и все затягивается, определяется это только тяга к слову Божию, к молитве, к добродетели, к послушанию, я так понимаю, согласно слову Божию, это, Якова, говорит, возлюбила, и Савва возненавидел, когда были в утробе матери, ой, это несправедливо, когда они, а Павел, говорит, не сделали ни худого, ни хорошего, потому что, говорит, спасение от избрания, а как, по делам, по делам, но Давид, разве избранник, да Давид-то это, Гитлер настоящий, что он делал-то, захватывал, когда в плен, веревкой отмерял, ну, длинная веревка, лежи, все лежат пленные, он теперь меряет веревка, веревка отмерил, на сколько веревка, это не написано, может быть, она сто метров была, вот эти люди со скалы сбросить, зачем ему нужно, дальше, еще веревку отмерил, а вот эти в печи сжечь, ну, чем не освенцем, Майданек, это Давид, это избранник Божий, Иисус, сын Давидов, ну, так написано, конечно, ну, какая-то правда, какой это Бог-то, живут люди мирно, написано, никому не мешает, и вдруг евреи непослушно идут уничтожить, так тут живут татары, уничтожить всех татар, а тут киргизы, тут туркмены, ну, там узбеки, азербайджанцы, уничтожить всех, ну, там-то были истей, другие названия только, но то же самое, и они вместе с собой начали коалицию составлять, остановить эту чуму, которая пришла из пустыни-то, ничего не сделаешь, а как понимать, принимать как их, так Бог что жестоко поступил, по всем меркам супер жестоко, но, это повеление Божие, народы изжили себя, и Бог их уничтожает, вот, и Давид получил упрек, за кровь только один раз, когда думал строить храм, ты много пролил крови, но я правильно убивал, правильно, все равно, руки твои не чистые, отдай все, ты, я золото накопил, ну, передай другому, и он передал Соломона, и он тогда уже строил, ну, надо просто научиться, мыслить категориями священного писания, и оно все встанет на место, мне это, ну, знать-то это не помешает, вот я сказал о патриархе Кирилле, я не то, что призываю к чему-то, ну, несправедливо обвиняют-то его, он стоит, руки поднял, молятся, четыре патриарха, да ты вместе с ним-то и остальных уже дальше осуждай-то, ну, и все остальное-то, ну, как первые христиане, что, дубовыми иконостасами отгородились, да нет, и священники там, они не слышат, что тут делается, у торговой точки-то, это я уже свидетель, ну, вышли сюда, у католиков, вот, были на служение, а у них, ну, там, ниша такая есть, вот такая, он сидит тут перед народом, руки на коленях у него, все, ну, впадина такая, как, ниша, хорошо, и вот это самое разукрашено, я не, повторяю, ни к чему не призываю, просто у меня мысль такая, вот эта одежда, там, на рукавнике, и там, сколько нацеплено, цепляют, цепляют на архиерея, как на войну, коня запрягают, когда, засупонивают его, пуговички там, расческу несут ему, руки помыть, полотенца, и люди стоят, куда мы пришли, что за комедия, по-другому-то не назовешь, но это, еще он дома не мог умыться, или что ли, зачем это перед народом-то, мне звонит полковник один, и говорит, а патриарштон, его не учили, как одеваться, я говорю, да вчера показывали, как подносят ему чайник отдельный, там, маленький, так как мальчик, и льют на руки, и он дальше вытирает, а народ стоит, безмолвствует, ну, может сдвинуться с этого-то, откуда-то взяли, что, Павлу так делали, вымойся, ноги вымывай, ноги, один раз мыл, и то, делайте и вы это, но не то, что перед народом, на каждом служении, руки ему моют, расческу отдельно приносят, теперь он расчесывается, там пуговички застегивают, там двое вокруг него с разных сторон-то, и народ безмолвствует, как Пушкин писал, Иidade. Продолжение следует... Продолжение следует...